Всем привет! Сегодня охота рассказать о жилете Первый Гид. Это в нашей линейке самый навороченный, самый сложный, ну и самый интересный жилет. Начнем с того, что база этого жилета взята от жилета Прота. Используются ткани Ripstop, достаточно толстые и прочные, чтобы жилет за вам ходил долго и не разорвался в самый неподходящий момент. Используются усиленные стропы, как верхние, так и боковые фирменные стропы. Усиленные используются на жилете. Используются у нас фастексы по спецзаказу, это с полициталиски, ну и пластиковые трехщелезки тоже с полициталиски, с литкой по спецзаказу. То есть это достаточно прочные, современные пластмассовые изделия. Ну, в общем-то, он очень похож на каячный жилет Первый Каяхин. Но в данном случае сразу скажу, чем он отличается. Отличается он спиной. На спине у нас предусмотрена морковка 16-метровая. Она может выстегнуться как с правой стороны, так и с левой стороны. Сейчас я покажу один у себя. Ну и, соответственно, спасательная работа для вида это очень актуально. Он всегда с собой носит морковку во всех случаях. И также есть на спине кармашек, в которые можно положить либо кусточку, там, анорак, в непогоду можно достать, одеть. Либо можно положить порядка литра пены для дополнительной плавучести, если вы проходите какой-то достаточно сложный порог. Ну, либо на многодневке тут сложится зип какой-нибудь, там, спички, там, зажигалка, какой-то черкаш. Для того, чтобы в каких-то аварийных ситуациях у вас это всегда было под собой. Ну, для того, чтобы его легко было открыть, у нас тут смотрим такой шнурочек, как на гидрокостюмах. Собственно, мы его открываем, открываем. У нас впереди есть большой карман, в который можно много положить всяких полезных вещей. Там карабины-веревочки, телефончик, фотоаппарат, для ключей петельки у нас есть в переднем кармане. И также в переднем кармане у нас есть еще один маленький кармашек. Я называю его для фантиков. Ну, это для мелочи, как правило. Он для фантиков идет. Съели шоколадку, положили фантик, чтобы не засорять наши реки. Спереди также на жилете у нас присутствуют две шлевки. Это под рацию и под стропорез. Они вначале, на плечах у нас находятся. Большое кольцо, как правило, у нас стегивается у гида еще килевая веревка. И для этого есть колечко. Килевую веревку пропускаем через колечко, защелкиваем, и она у нас тогда никогда никуда не теряется. Спереди есть также еще два дополнительных колечка для пристегивания всяких фотоаппаратов, маленьких драйбэгов и прочих таких мелких деталей, когда есть необходимость что-то к себе пристегнуть временно. У жилета есть такие боковые крылышки. Они у нас защищают наши боковые части ребра. Открывается полностью. Мы одеваем жилет. Заправляем обратно. То есть все одеваем. Есть стропа самосброса, как на каячных жилетах. Для гидов это, кстати, тоже достаточно актуально. Ну, с чеклой. Что еще, кроме стропа самосброса, работает, может, как с трамвайчиком, у каякеров, что для гидов достаточно редко им это необходимо. А вот осуществить страховку такую, как жилет, есть иногда необходимость. Для этого у нас предусмотрены на снизу жилета две утяжки спереди и большое полукольцо сзади. Сюда мы можем стегнуть паховые шлеи и, соответственно, зафиксировать жилет полностью не только сверху, с боков на теле человека, но и снизу, как в полнокровном жилете. И для того, чтобы осуществлять, как я сказал уже, наживца, строповку, мы выстегиваем морковку. У нас под морковкой есть выход силового элемента. Вот здесь. Здесь мы в стропу самосброса включаем карабин. Соответственно, стропа самосброса включается у нас уже через металлическую рамку. И это уже получается такой силовой элемент, до которого можно человека тянуть, не боясь, что он оторвется, пока он этого сам не захочет, не сорвав чеку. Также эту стропу можно использовать и для организации страховки, разведки по скальным мастивам, где мы вешаем альпус-снаряжение, то есть альпус-страховки. Эту стропу можно использовать как дополнительную страховку, либо как основную на не сильно высоких скалах. Ну и хотел показать, как работает морковка. В данном случае морковка у нас работает как с правой стороны, так и с левой стороны. То есть с какой стороны вам удобнее в данный момент ее тянуть, вытащить, с такой стороны ее будет. Здесь выстегиваем фасты, выстегиваем морковку. И все-ка морковка готова к броску. То есть, опять же, при должной тренировке в освобождении морковки уходит порядка полторы, максимум 2 секунды. Что бывает прям очень актуально. Время до броска морковки. Замечательный жилет, в которого нет аналогов. По крайней мере, у нас в России не точно. Рубежом я сколько искал. Жилет, специально разработанный для гида со встроенной морковкой и опциями, как у прояченного жилета, я не нашел. Наверное, это единственный. Ну, если и не единственный, пишите. Будем рассматривать ваши варианты. Пока.